Да, всем привет, ребята, это третий тур турнира из Риги и первое поражение. Первый польский гроссмейстер и первое поражение. Да, с польским гроссмейстерами вообще дела в Стрельдовании тяжело. То есть с гроссмейстерами, в общем-то, неплохо, а с польскими гроссмейстерами тяжело. Ну вот, и, как вы помните, во втором туре я обыграл совсем молодую девочку из Беларуси, очень талантливую, но Бартель со мной ей не удалась. И вот в третьем туре уже дали подходящего по рейтингу. Матеуш Бартель, сильный польский гроссмейстер, в рейтинге за 2600. Играл я черными и, в общем-то, играл неплохо, но самой главной проблемой, я вот сразу скажу, еще до начала показа партии, в этой партии было то, что я очень долго думал и почему-то все время до какого-то момента недооценил свою позицию. Когда она уже стала хорошей и я понимал, что она хорошая, мне просто тупо не хватило времени. Ну, собственно, как-то все произошло. Станет, понятно, совсем скоро. Е4-Ц5, снова исцелянка, снова паусин без коня на Ц6. Он, кстати, работал очень хорошо в этом турнире, грех нареканий не вызывал. Слон-Д3, ну, опасный для черных вариант, конь-Ц3 и слон-Д3. То есть, если здесь сыграть 2-0, то у черных нет больших проблем, как после конь-Ц6, так и после Д6, но есть ход Ф4. В одной из партий команды Аочпата Швейцария я пробовал здесь Д6. Это самый популярный ход, на мой взгляд, не самый точный. И в дальнейшем мой соперник провел очень интересную идею. С 2-0, С2, а потом Б4. То есть, на Б5 он зафиксировал суток круга путем Б4 и потом начал подрывать пешку Б5 путем А4. Ну, как я помню, одним из первых партий на тему играл размейстер Эмили Сутовский. Ну, вот, а в партии здесь, после Ф4, еще тогда, вот после той партии Чемпионата Швейцария, я решил, что в следующий раз на Ф4 сыграет слон Б4. Так играл Накамура. И тут идея в том, что на слон Д2, который напрашивается черный сезон, бьют на Ц3. И, к сожалению, белые не могут ответить взятием слоном, потому что висит на Ф4. И тут компенсации не хватает. А если БЦ, то получается, правда, то же самое, что в партии. Черный играет Д6 и... Ну, сложная структура, но, в мой взгляд, у черных нет больших проблем. В партии был сделан интересный ход кунь Б3. Очень редкий. Я почему-то думал, что это... Не точность? Нет, наоборот, я думал, что это ставит под сомнение мою идею. Мне казалось, что как-то, скажем, на Б3 белые могут быстро развить слона, А3 надавить на пешку Д6. И как-то я решил, что моя позиция уже чуть хуже. В общем, недооценка в дальнейшем... Она нисколько сказывалась на качестве ходов, сколько сказывалась на том, сколько времени трачу на эти ходы. Ну, вот я взял на Ц3. В общем-то, это идейно. Хотя можно было сыграть Д5, Е5, кунь Д7. Перейти к французской структуре. Тоже больших проблем, что черных нет. Ну, взять я на Ц3. Неплохо. Д6. Два ноля, два ноля. Слон А3. Вот тут очень странный момент. Потому что я сделал, в общем-то, правильный и сильный ход кунь Д7, но потратил на него неоправданно много времени. То есть, даже непонятно, о чем я думал. Потому что Е5 грозит. А что делать? Ну, какие могут быть другие ходы у черных? Сначала, как бы, не исключал такую возможность, что есть ход ЛДЕ8. Но, самое главное, что практически за одну минуту я увидел, ну, не то что провержение, но, по крайней мере, такую последовательность ходов за белых, которая практически исключает ход ЛДЕ8. Потому что, так говоря, слишком страшно. На ЛДЕ8 белый мог ответить Е5, и на ДЕ слон Д6. Ой, как неприятно. Да, и на Ферзь Д6 последовало... Слон А6. Поэтому, ну, как бы, вариант не заканчивается. Ферзь Б6, шах. Тут можно срать Кроль Х1, но сильнее слон С5. Ферзь С7, ФЕ, Ферзь Е5, слон Д4, Ферзь Ж5, слон Ф6, ЖФ, ЛДЕ8 Ф3. И тут, ну, даже если черный не получает мат, все это выглядит крайне опасно. Скорее всего, не получает мат. Потому что ЛДЕ8 выкатывается на Ж3 или на А3, Ферзь на кого-то на район поле Х5, Кроль слабый. А у черных личная пешка, которая не компенсирует все эти недостатки в позиции. Ну, собственно, этого уже достаточно, чтобы отказаться от всех этих ужасов и сыграть Кроль Х7 сразу. Единственная проблема у кого-то Кроль Х7, то, что он вообще связан с жертвой качества. И, возможно, белым стоило это качество забрать. То есть, был ход Е5, и у черных ничего сильнее, чем ДЕ, слон Ф8, король Ф8. И эта позиция совсем неплохая для черных, но почему-то, я не знаю, как-то не хотел на нее идти добровольно, но все равно, то есть, других ходов, кроме Кроль Х7, не было, и надо было делать единственный ход в позиции быстрее. Это, кстати, одна из тех особенностей игры Кирилла, за которую я его часто ругаю, особенно в шведке. В шведке. Ну да. Ну и вот сам, там на пару, вы смотрите, уже грабли. А у этой позиции у черных действительно очень мощная компенсация за качество. Активная фигура. Да, я тоже не знаю, может быть, может быть, Белому надо его как-то вернуть. Или, может быть, пойти вот на этот вариант с выигрышем качеством, сначала взять тут, потом сыграть ладья Ф6, и вот тут есть еще удар слон Ф7. Это тоже считал, это тоже не опасно, на мой взгляд, потому что, ну если король Ф7 слон Ф8, то у Белого действительно сильная атака, но можно сыграть король Ж7. И вот тут, я считаю, что если у кого-то лучше, то у черного, потому что король идет на Е7, конь на Е5 очень сильный, еще при случае можно обойти в 5 и запереть слона. А материал равный. Плюс на Ц3 слабость. Оба короля слабы, я не считаю, что король черный здесь слабее. Ну, в общем-то, все эти варианты несложные, надо было играть конь Д7 быстро. Тем не менее, я подавлял на 2 минут 20, а мой соперник, продумав минуты 3, сделал, в общем-то, слабый ход Ц4. Как он признался после партии, ход Ц4 связан с довольно, ну, если честно, глупо выглядящей ловушкой. Вот, попробуй найти, в чем она заключается. То есть, почему нельзя сыграть Владея 8? Почему нельзя сыграть Владея 8? Я бы вообще Д5 смотрел бы за черным. Д5? Ну, да. А вот я? Ну, отдали качество. Нет, тут структура плохая, не бля, ты выправляешь, ты избавляешь бля, от слабости. Нет, так играть не надо. Вопрос в том, почему не надо играть Владея 8? Это, это проигрывает. Ну, Ц5 достаточно сильно, но, дело не в этом. Дело в том, что белый все равно играет Е5, и мы это уже видели. На ДЕ, слон, Д6. Но тут разница в том, что после Феркс Б6, у белых есть ход Ц5. А, зафиксировали. На положении пешки на Ц4, вместо Ц3. И теперь, когда Феркс отходит, просто РФЕ, но эта позиция безнадежная. Да, слон на Д3, ой, на Д6 монстр. Да, это конец. Ну, в общем-то, эту идею не заметить, не заметить довольно тяжело, поэтому Владея 8 мы даже практически не рассматривал, сыграл Е5 сразу. Е5 в ход правильный. И вот тут мой Соберник ошибся еще раз, и это уже довольно серьезно. То есть, я получил чувствительный перевес. Надо было играть, ну, по сути, как угодно. Можно было играть ФЕ, Кунь Е5, ЛДЯ Ф6. Я не уверен, что здесь есть полная компенсация у черных, у белых, но все равно это лучше, чем то, что он сыграл. ЛДЯ подкатывается на Ф1, ну, объективно, мне кажется, у черных лучше, но защищаться в практической партии может быть нелегко. Против такой атаки. Типа, ну, все-таки, король слабый. Можно было сыграть просто. РСД2 или РСД1, сохраняя напряжение. Но он сыграл Ф5, с такой вот идеей сыграть Ж4 и Ж5 и потревожить моего короля. Вот он подкатывается, короче. Но это все очень медленно и ну, видно, что это все неправда. Сдерживаю Б5, сразу прорезаю все эти поля. БЦ угроза, надо брать на Б5 и после АБ еще зависает слон на А3. Последовал слон Б4, но тут невыложенным взглядом видно, что черных мощнейшая контрграй, из-за того, что... КНЦ5 очень хочется. Слабая. Ну, КНЦ5 ход неплохой. Может быть, слон Б7 сразу чуть сильнее, но по сути все, наверное, сводится к одному и тому же. РСД3, слон Б7, ладья РСД1. И вот тут вот начало сказываться то, что я оставился довольно мало времени. Начал делать ходы, которые не то чтобы слабые, но, скажем так, недостаточно конкретные для этой позиции. То есть, надо было играть просто ладья Ц8. Может быть, сладья даже ладья РСД на Ц8. И тут нюанс такой, что если, например, делать то же самое, что... Стоп, стоп, стоп. А почему не слон Д2? Здесь слон Д2? Тогда конь Е4. Я хотел как раз об этом сказать. Ну, в общем, если слон Д2 или король РСД1, как в партии, то я могу выбить на Е4. И разница в том, что вот в этом варианте мой ферзь защищен. С ладьей Ц8. Хотя Е2, это не спасение. Потому что вот этот тэшпиль довольно тяжелый для белых. Ну, в вариантах этой угрозы конь Е4 можно даже приберечь. То есть дождаться пока белый сделает ход А3, который, в общем-то, для них выгоден. Ну, и к тому же не исключено, что вместо ладья А на С8 даже сильнее ладья Ф на С8. Но в любом случае у любого из этих ходов была конкретная идея. А ладья Ф на Д8, как я сказал, это не очень удачно. И после короля Ш1, как ни странно, позиция черных выглядит очень привлекательно, но ничего конкретного не находится. То есть я думал, что здесь можно сделать, но ничего не находил. На ФС6 всегда есть конь А5. Почему Д5-то все время никак не проиграл? Потому что конь А5-5 не писает. Ну, сначала вы имя теми... Ну, я так и сыграл конь Б3, последовало ЦБ и Д5, и это, может быть, действительно лучшее из того, что было, но вот тут вот мой соперник, видимо, очнулся от спячки и перестал играть так плохо, как он делал до сего момента и начал играть сильно. Последовало ФСЖ3, ДЕ, слон Б5. Слон на Б7 очень сильный, но все-таки у белых есть свои плюсы. У них две проходные, которые в любом рейджплее просто принесут белому победу практически автоматически. Но ФСБ6 нужно пойти? Ну, далеко не факт, что нужно пойти ФСБ6. Кажется, двойная, да? Ну, А4, там уже всегда есть А4. Ну, да. То есть, ну, конь на Ф6 расположен недостаточно активно, хочется поставить его на Ф4. Может быть, надо было играть конь Д5 сразу. То есть, свои нюансы. Наверное, белый с нос играли бы слон Д2. Выпустили мы. Ну, в общем, не знаю, может быть, мою игру можно усилить, но это даже не так важно. Дело в том, что ФСБ6 ход неплохой, и, ну, поскольку мы проводим такой, так сказать, экспресс-анализ все-таки по просьбе Кирилла, то я не буду здесь застрять внимание на всех тонкостях. В общем-то, ФСБ6 ход нормальный. А4, конь Д5. Конь идет в катаваром поле Ф4. Белый не пускает. Тут я сыграл конь Е7. В общем-то, неплохая идея. Двойной удар на Ф5 и на Д2. Белый мог бы сыграть ФСБ5. Тут можно взять на Д2. ВМ партии мне казалось, что эта позиция в пользу белых. Винус на Ф1. Но тут не все так очевидно, на самом деле. К тому же, вместо вместо ладья БД2 я собрался играть конь бет Ф5. После чего, насколько я помню, оценка вишка здесь 0-0-0. Типа ничья динамическая. Ну, равновесие. Динамическая равновесие, да. В партии мой спереди, кстати, достаточно долго продумал. Сыграл слон Е3. Тут, к счастью, для меня все срастает тактически. Это было видно заранее. То есть, ФСБ6 нет ухода слон Ж5 и законе Ф5. на слон Ж3 черный выиграл. А на ФСБ4 с идеей сохранить вот это вот как это назвать правильно? Ну, да. Выигрыш качества. Ну, в общем, попытка выигрыша качества. Ну, что, белые не могут сохранить вот эту вот попытку выигрыш качества. Потому что есть вот ФСБ6 и слон С... Да, да, да. Поэтому слон Ж5 не работает. Мой спереди сыграл ладья F1. И вот тут у меня была возможность даже получить перевес. Но с тремя минутами такое найти довольно тяжело. Дело в том, что я рассматривал ход какой-нибудь бьет F5. Но после Ферзерштейн почему-то видел только слон С8. Да, но С8 это неправильный ход. Потому что белых есть ответ Ж4. И вот тут вот на Ферзерштейн размен-размен белых есть двойной удар слон Ж5. Ммм, неприятно. Получает граватный перевес. А был вместо хода слон С8 очень сильный ход Ж6, который выглядит очень плохо. Он оставляет все черные поля, все равно вдач. Да, но вот тут конкретика. То есть Ж4, и эта позиция не ясная наверное в пользу черных. Потому что после Ферзерштейн взяли-взяли нет ухода слон Ж5 за то, что это шах. Здесь еще конь Ф3 будет. Да, симпатично. Ну это оказалось слишком тонкое и неподъемное для меня по крайней мере с 3 минутами. Ну вот. Хотя после партии в анализе мы предложили оба на самом деле этот вариант. Ну вот. А партия сыграла А6 тоже неплохой ход. Последовала Ферзи 4. Кажется, что белые уже придавили и хотят сыграть А5 начать двигать пешки. А у меня нет особой игры, потому что конь Д5 вроде как наталкивается на Ферзи Е4. Ну тут я относительно доволен тем, что правильно оценил эту позицию. Решил, что ладья Б8 приносит недостаточную контр-эгру. Дело в том, что у Ферзя мало полей в центре. Проблема в том, что Ферзь связан с защитой слона Е3. То есть ну на самом деле у белых всего один здесь хороший ход. Ладья на С1, который был сделан в партии с идеей на любой отскок коня перекрыться с С6. Ну вот попробуй предложить какой-то другой ход за белых. Ну да, видно, что не так много полей, потому что линия Д занята по диагонали А8 H1 тоже проблематично куда-то отходить. Согласен. Да, но еще важно, что если ладья Д1, то вот тут вот чехол идет Ферзио. Все просто сохраняются. Нож 2 падает. Ладья с 1 ход правильный. Конь С3. Конь С3. Кстати, единственный отскок, который не позволяет сыграть С6. А Конь Б5? Что-что? Конь Б4? Там возьмем коня. А, Конь, я все понял. Да, и дело даже не в том, кажется, что без игроз, на самом деле черные просто хотят выбить слона и остаться вот в такой позиции с разноцветом, но это не будет разноцвет предвестник ничей. На самом деле объективно при равном количестве времени наверное на победу бы тут играли черные. Потому что пешка никуда не идет, а слонный Б7 очень силен. То есть последователь Ферзь 4, неплохой ход. Ферзь Е2, Ферзь Е4. Ну, уже угрожает ЛД3, достаточно серьезно угрожает. Ну, ЛД4 в общем-то большой проблемой не является, можно сыграть лет по разному, наверное, самый простой Ферзь Д3. После чего получается Эншпель, в котором объективно ничья, но черный играет на победу. Последовала Ферзь Е2, и вот тут со мной случилась довольно неприятная галлюцинация. Времени было очень мало, и каким-то, если честно, причинам, которые до сих пор являются для меня загадкой, здесь сыграл Ферзь Е4. То есть, ну, мало того, что это зювок, это еще и крайне непонятный ход, то есть, не было никаких противопоказаний ходу ЛД3, который, разумеется, я видел. как бы, это ход, на самом деле, Белым пришлось бы играть что-то вроде, наверное, и отдавать эту пешку, и так, астоп отдавать. Пешка не берется, кстати, ну, даже не суть, то есть, ЛД3 не собирался играть, можно пойти просто, например, ЛД8, после чего, все фигуры, довольно смешно, все фигуры стоят по белым полям, поэтому слону некуда отскакивать нормально. Ну, то есть, один отскок есть, но он просто приводит к ничьей. То есть, ЛД6, взяли, взяли, ну, это абсолютно безопасный ладейник для черных, наверное, даже у них лучше тут, чуть-чуть, ну, ничья, потому что, на самом деле, белые могут ликвидировать все пешки, и получается вот такая вот, наверное, ничейная, то есть, ничейная развязка. Ну, у белых личная пешка, но ЛД2, ЛД8 слишком сильная угроза, король слишком плохой наш. Ну, наверное, черные могли как-то играть не ЛД8, а по-другому, убрать, вот в этой позиции убрать Ферзя с Е4, и плавать на Д5. Ну, и даже играть на победу, хотя я, наверное, не рискнул бы с таким количеством времени на часах. Ну вот, а сделан был ужасно, подержи 4, ЛД4, ну, ЛД4 я просто почему-то не видел, и дело в том, что Ферзя очень мало полей. Куда прятаться-то? Ну да, то есть, он Ферзь 5, ЛД4, а если он Е4, то у белых есть очень сильный и тихий ход Король-Ж1. После чего нет нормальной защиты от Аш3. Ну, сразу Аш3 сыграть нельзя и за Ферзь Аш3, понятно. Это я еще успел разглядеть, но как бы не помогает. То есть, если сыграть Е4, но... Ферзь Аш5, но это уже отчаянные движения, ЛД4, Ферзь Д1. По крайней мере, черный нету Ферзя, но тут белый переходят в атаку и она оказывается решающая. Ф6. Даже не знаю, были ли тут какие-то минимальные шансы на спасение, но с минутой на часах практически никаких шансов. То есть, Ферзь Б3 я сыграл. А сколько у соперника было? Ну, минут 20, наверное. Вот это твоя, мне кажется, плохая привычка. Даже близко всегда играешь со всеми и у тебя на часах постоянно там 6-7 секунд. На самом деле, под конец турнира я как-то заставил себя справиться с этой проблемой в некоторых партиях и даже на самом деле это помогло, наверное. Ну, такая проблема, она в основном, конечно, связана еще в данной ситуации с этим контролем. Но будь 40 ходов, я чувствовал бы себя всяко... То есть, будь добавление под 40 ходов, я чувствовал бы себя спокойнее, безусловно. Это сказывалось бы на качестве ходов тоже. Ну вот. Просто сам вот тот факт, что в классику ты позволяешь себе оставить секунду на часах перед ходом, это... Ну, о чем-то говорит. Продатель железных нервов, по-моему. Ну... Или проблем с головой. Проблем с головой. Действительно. Ну, последовавший G3, мне висит мат, приходится играть G6. Тут я еще немножко понадеялся на ход на H6, вроде как с неотразимой угрозой с G7 на H8 мат. и тут, если не ошибаюсь, еще у нас есть какой-то ресурс, который позволяет им не проиграть сразу. Сейчас не могу вспомнить какой. Что обидно. Ресурс. А, ну да, вот такой. Типа второй не даешь подключить. Ну, пока висит мат, белый не успевает закончить свой вырос G7. А когда-то ладежит один, ну, тут уже черный не рискует на самом деле, может уже выигрывать черный на самом деле. Ладежь подключается. Ну вот, но это был, конечно, очень маленький шанс, и мой спернинг практически не думая сыграл ладежь H6. И тут я ничего не успеваю, потому что ладежь H6 страшная угроза. Стоит играть Ферзь D3, и вот сильный, точный, спокойный год Ладежи 1. И, в общем-то, Ферзь H4 грозится страшной силой для Ферзь H3. Ну, еще последовало Ладежь А8, пытаюсь как-то активизировать ладьи, Ферзь H3. Ну, пришлось играть слабо от G2. Ферзь G2, Ферзь D3. Ну, вот еще такое вот неприятное совпадение, что неожиданно, вводив все эти ходы были фоксированы, неожиданно вместо линии H скрылась линия G. И я получил мат. Да. Ну, в любом случае, у черных ничего сильнее не было. То есть, брать ладью не сделала, король H8. Как ни странно, пока все поля прикрыты, но Ладежь G3 здесь легко поиграл, но Ладежь G5 тоже неплохо. Пришлось сдаться, потому что от линейного мата нормальной защиты нет. Да. Ну, собственно, до 30-го хода партия проведена на очень неплохом уровне мной. На довольно слабом моим соперникам, но после 30-го хода все поменялось. на 180-го хода. Одна неточность и... Не, ну, предположим, неточность и одна. Неточности были вот где-то вот здесь, в этом районе. То есть, мог получить большой перерез, а получил небольшой перерез. И была одна очень грубая ошибка в Ферже G4, конечно. Вот этот вот зевок. То есть, сыграл 1-2-3, я думаю, что, ну, черные практически застрахованы от поражения. Ну, выиграть, конечно, было бы непросто. Да, ну, а на этом всем спасибо за внимание. Обзорчик получился подлиннее, почти полчаса. Ну, и ждите следующих партий, ставьте лайки, комментируйте, показывайте, что вам это нужно. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо.